Реги приветствую, с вами Александр и на сегодняшнем обзоре мы детально разберем доллар, что предстоит нас ждать на текущую торговую неделю, так как у нас неделя будет очень такая прям сильно новостная и процентная ставка и non-farm perils, так что детально разберем все точки входа в рынок и что предстоит нас ждать. Что это учитывая, то что данный прямой эфир у меня проходил в этот понедельник на моем ютуб канале, который вы можете посмотреть в ссылке в описании под видео, зайти в раздел трансляции и посмотреть его, так как мы на нем разобрали не только доллар, мы еще детально разобрали биткоин, бмб, рубль, австралийс, новозеландец, новозеландец фунт, доллар американская песо, так что если хотите получить еще больше точек входа в рынок и понимать что будет в дальнейшем цены, обязательно переходите на мой ютуб канал, посмотрите данную полную трансляцию. Ну что же, перед началом ставьте большие пальцы вверх, поддержите данное видео, если вам полезная информация, подписывайтесь обязательно на канал Амаркетс. Я сейчас показываю такую базовую информацию, то что сейчас происходит у нас на рынке, это недельный график индекса доллара, мы видим то что цена у нас находится в бычьем тренде, красная линия сопротивления, это коррекционный коридор, который формирует у нас такой симметричный треугольник. 19 июля мы предусматривали то что доллар у нас начнет укрепляться, в принципе что у нас и произошло и мы как помним наш интерес, чтобы цена у нас дошла до красной от этой линии сопротивления. Теперь соответственно давайте выберем сам основной график, которым у нас сейчас есть наши условия, разберем как у нас рынок отработал все наши условия, которые мы разбирали 19 числа. В тот момент у нас был восходящий клин, синенький вот эта поддержка, мы рассчитывали пробой с учетом то что цена у нас дойдет до линии поддержки основного зелененького вот этого коррекционного коридора в рамках красного нисходящего тренда, она же коррекция, которую мы видели сейчас на недельном графике, вот это движение. И вот мы рассматривали после этой коррекции вот фиолетовая стрелочка, то что рынок у нас дальше отскочит от линии поддержки, будет от нее расти. Мы видим то что цена у нас даже после пробоя данный уровней 104.040, мы ожидали еще пробой 104.155, то что цена у нас дойдет до линии поддержки красного сопротивления. И видим то что сегодня цена у нас четко прям подошла к этому уровню и от него соответственно видно реакцию. То есть рынок что говорит нам, то что вот этот угол наклона красный у нас, он у нас истинный и рынок с ним действительно работает, а значит это нам поможет в следующем варианте, когда рынок его прорвет, красную линию сопротивления, то что сигнал будет на обычный настрой. Ну и также если рынок от него как и здесь отскакивает, то соответствующим мы предполагаем, что уже здесь надо обязательно фиксировать прибыль. В этой ситуации, то что я сейчас убираю просто, которые у нас реализовались коридоры. Так, соответственно, так здесь, здесь. И сетку Fibonacci тоже уберем, то что 23.6 тоже отлично отработался. 38.2 вот этот уровень, который мы предусматривали, 103.655. Уровень 103.561, как я ранее рассказывал, пробой. Учитываем только на небольших таймфреймах диапазон у нас, если он будет, там заработок уже куда меньше, потому что у нас линия поддержки вот эта зелененькая на недельном, помните, да, у нас. Только если на недельном там пробиваем, там уже, да, сигналы будут, что рынок будет тестировать у нас там 103.23, а там уже, если пробиваем его, то уже падаем к отметке 102.830, предусматриваем в этой области отскок. И там, соответствующий, 102.47 уже как цель будет. Но это нужно, чтобы на старших глобальных трендах все-таки был прорыв. Напоминаю то, что мы сейчас вот находимся именно вот в этом моменте, сейчас недельный открою график, чтобы мы видели всю картину, то, что вот у нас, видите, цена вот сейчас находится как раз на линии вот у нас поддержки здесь. И нужно четко понимать то, что рынок здесь еще пока принимает решение. Основной интерес его попробовать вот сюда. Вот условия бычей куда привлекательнее для нас будут. Но нужно, чтобы у нас было подтверждение. Я уже думаю, догадались, это как раз вот эта красная линия сопротивления. Вот нам нужно, чтобы доллар у нас начал укрепляться после выхода процентной ставки. Я также придерживаюсь условия, то, что если пробивается уровень 104.37, который мы обсуждали на прошлом эфире, когда у нас цена ранее, вот мы брали за пример в истории, когда цена у нас вот падала тоже, приближалась вот к этим уровням 103.655, доходил до минимума 103.383, уже начал разворот. И когда цена у нас прорывала уровень 104.377, рынок более уверенно начинал расти. То есть и эти цели, и вот то, что как рынок себя покажет, я считаю, у нас это подтвердится и в будущем. Чтобы здесь учитывать, 104.37 у нас прорывается, 4 часа, надо подождать таймфрейм, цель 104.70. И еще может там немножко захватить 104.74. Вот этот момент мы передвигаем и оставляем его на ближайшее время. Там уже рынок все равно будет целиться у нас голубенькой линией сопротивления треугольника. Вот я напоминаю, вот у нас он движется в следующем направлении. Там, если что, рынок попробует потестировать 104.98. Потому что ранее вот здесь, когда цена у нас росла, в этот момент, видите, вот мощная коррекция началась именно на этом уровне. Значит, вот здесь уже это максимальное условие, где нужно держать свои позиции на покупку. Потому что там можно получить серьезную прям коррекцию. Вот, что здесь стоит подчеркнуть из этих моментов. То есть у нас вот клин, мы его, ну это старенький наш подтвердился. Вот, здесь зелененький теперь вот этот коррекционный коридор. Немного у нас угол наклона рынок поменял. И мы должны тоже его поменять. Как вот мы разбирали вот недавно последние отскоки. Вот у нас хорошая линия сопротивления. У нас когда-то использовалась как поддержка. Далее, вот у нас как она сопротивление использовалась. Теперь мы его скопируем и поставим вот здесь на начало. В принципе, даже чуть-чуть рынок с ним взаимодействовал. Немного от него, ну не доходил до уровня 103.655. Мы его оставим, потому что он нам еще пригодится обязательно. Здесь соответствующее. Вот, что я могу сделать вывод. Вот этот у нас угол наклона уже прорвался. Просто мы учитывали падение 103.655, чтобы прорвал его. Но не смог рынок его прорвать. Наш клиент тоже уберем. И соответствующее здесь добавим вот этот вариант вот тут. Дополнительный. Вот, я настойчиво рекомендую всем зрителям. Обязательно ставьте все линии тренда, ценовые уровни. По той логике, которую я устанавливаю себя на своей графику. Чтобы вы потом наблюдали, как цена подходит к линиям тренда, к ценовым уровням. Чтобы вы вовремя принимали решение. Либо воздержались от входа рынок, чтобы не попасть на развороты, например. Вот, так что здесь, так как цена у нас дошла до красной линии сопротивления. Четко до нашей цели. Я думаю, сейчас логическая коррекция. Плюс у нас сформировался пин-бар. Это у нас медвежья свеча на падение цены. Вот, стоит учитывать то, что рынок у нас готовится скорректироваться после этого роста. Значит, у нас здесь будет такой вот коридорчик. Сейчас я вам покажу. Вот, мы ввезем его здесь. Давайте синеньким ввезем цветом. Вот так вот. Если на ближайшее время, то есть мы рассмотрели среднесрочные торговые условия. У нас есть. Давайте возьмем то, что стоит ждать нам. Ну, в ближайшее время, думаю, ночью сегодня, даже завтра. Стоит рассматривать. Вот ранее у нас рынок использовал уровень 104.090 как линию сопротивления. Сейчас как линию поддержки. Вот у нас буквально, когда начался у нас сегодня в 6 часов по Москве, когда закрылась свеча, рынок четко на ней остановился. Тоже подтверждает хорошие условия. Я думаю, то, что когда рынок его прорвет, это будет сигналом, чтобы цена у нас дальше падала вниз. Главное, чтобы у нас цена вышла из вот этого у нас синенького линии поддержки, чтобы пробил ее. Это будет хорошим сигналом, что рынок у нас готов будет дальше упасть. То есть я что отразумеваю? Вот у нас цена двигалась к линии сопротивления. Вот линия поддержки. Вот у нас рынок дошел до сопротивления. И вот аналогическое движение к линии поддержки. Теперь посмотрим, где как цена у нас может остановиться. Ну, в принципе, если мы посмотрим, вот есть интересная закономерность, то, что мы ставим наши цели и фиксируем прибыль до них, очень важно. Потому что спрэд надо обязательно перекрывать по телам свечей. То есть вот у нас вот здесь вот видно, закрылись тела свечей. И видно то, что в принципе рынок это как-то отрабатывал с ним, взаимодействовал с этим уровнем. И вот 103.830, немножко так запасом возьмем, обязательно только учитываем, что если цена коснется линии поддержки, это будет цель. И все. Вот если резкое падение, вот у нас будет ориентир 103.830. Давайте с синеньким тоже цветом сделаю. Промежуточный уровень, где рынок у нас готов будет скорректироваться, например. Потому что мы знаем, не всегда рынок у нас там мощный, там знаете, стрелой, свечами бьет. Все равно где-то нужно ему скорректироваться, а потом уже продолжится движение. Я думаю, у нас на отметке 103.950 мы увидим вот это как раз откаты. Что вот такое вот движение я жду на ближайшее время. Рост, как я сказал, то есть там на более крупных таймфреймах стоит рассматривать. Так что я сейчас вижу на ближайший вот у нас день-два до процента ставки. Думаю, у нас скорректируется доллар после роста, как у нас все, как и планировали. Так что вот внутри зелененького у нас вот этого коридора видим вот такое вот ценовое движение. Вот, еще раз подчеркиваю. Ниже, если искать здесь, я бы не стал бы, потому что у нас рядом вот эта уже поддержка будет. И здесь плюс-минус рынок может не доходить. Вот видите, вот как тут тенью, например, и разворачиваться. Так что с ним повнимательнее быть. Уровень сигнальный, то что рынок готов менять на медвежий тренд, да, например, уже звоночки такие будут обязательно под уровнем 103.655. Но так как у нас спустя неделю рынок немножко у нас потестировал минимумы, то есть я бы его опустил бы до 103.640. Ну, чтобы повторно вот эти минимумы не тестировал, у нас алерты не звучали, лишний раз не отвлекали нас. То 103.640, вот этот минимум, который у нас был на 25 июля, 11 утра, вот и на него фокусируемся. Так, ну в принципе, если смотреть на так общую, резюмировать картину, на ближайшее время я жду коррекцию. Если продолжит этот весь цикл, который сейчас рынок строит, и который мы предполагали, то что у нас вот эта коррекция будет, то в принципе, я думаю, у нас доллар и так продолжит сейчас укрепляться в целях дойти до красной вот этой линии сопротивления, вот это на недельном графике, чтобы у нас вот цена вот дошла до вот этого момента, такого треугольничка, чтобы здесь уже была бы какая-то взаимосвязь, чтобы вам удобнее было, я мешку вот так вот подвину, вот так вам полегче будет на него смотреть, на это движение. Так что я думаю, все-таки попробуют у нас прорвать покупатели красную линию сопротивления. Главное это дождаться, чтобы было бычье направление. Так, ну что же, доллар обсудили, вот вы еще написали в комментариях Алексей. Коллеги, спасибо, что досмотрели до конца данный обзор, обязательно подписывайтесь на все мои социальные сети, чтобы получать полезную информацию, а также в моем телеграм-канале вы сможете получить дополнительные точки входа в рынок в течение торговой недели. Ну что же, до встречи, пока-пока!